Здравствуйте! На библейском портале Экзогет продолжаем беседы о пророках. Сегодня мы поговорим о книгах пророка Агея и пророка Малахия. Пророк Агей принадлежит к последнему пророческому периоду, то есть к тому, который был более всего, так сказать, озабочен, вернее, направлен на инициативу восстановления храма, восстановления иудейского общества в его подлинном значении и смысле, то есть для такого открытого и преданного общения с Богом. Он выходит на проповедь, когда формировалась новая община в Палестине, в первое время после возвращения из плена, и он был современником пророка Сахарии, то есть когда Господь через пророков полагал ответственность и будущую инициативу за восстановление на предводителя царя Зарававеля и превосхищенника Иисуса. Агей проповедует, что храм должен быть восстановлен в преддверии мессианского царства. Вот это восстановление храма понималось уже не просто как момент такого торжества общества израильского, его укрепления на этой земле, но именно в преддверии мессианского царства. Некое ощущение священного будущего требовало восстановления храма. Вот как пишет пророк Агей. Во второй год царя Дария в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иеседекову, великому Ирею. Так сказал Господь Сауф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, так как дом сей в запустении. Посему, но не так, говорит Господь Сауф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Сауф. А пройдите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. То есть вот, вот главное, присутствие Бога. Вы должны быть свидетелями славы Господней. В этом предназначение всего и народа-то иудейского. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа. Тогда Гей, Вестний Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь. И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работу в доме Господа Салафа Бога своего». В 24 день шестого месяца, во второй год, царя Дария. Такое уточнение, такое твёрдое определение даже даты помогает почувствовать пафос самой истории иудеев. Это, конечно, и падение духа, и плен, и скорбь, и развращённые нравы под влиянием внешних языческих обычаев, и борьба за власть, и унижение народа властителями. Но главная тема, главный смысл никогда не забывается, потому что через пророков сам Господь о нём напоминает смысл этой всей истории. Вот как говорит о мессианском царстве пророк Агей. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий Иерий, ободритесь, весь народ земли, говорит Господь, и производите работу, ибо я с вами, говорит Господь Салаф, завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашего из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, говорит Господь Салаф, ещё раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придёт желаемый всеми народами Мессия. И наполню дом сей славою, говорит Господь Салаф. Так вот, мессианское пророчество, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Салаф. И на месте семь я дам мир, говорит Господь Салаф. Но исторически слава этого храма не была столь великой, как имеется в виду само сооружение и вся история жизни народа в это время. Но это мессианское пророчество говорит о конечной победе. Всегда надо помнить эскатологический, мессианский смысл этих последних пророчеств. Теперь мы перейдём к такому краткому обзору книги пророка Малахии. Это примерно то же время, то есть 515-545 годы Дорождества Христова, вот время пророчества Малахии. Однако время-то тревожное и очень трудное для иудея. И к тому времени, когда пророчествовал Малахия, энтузиазм времён Айгея и Сахарии несколько угас. Иудея обнищала, и управляли иудеи наместник из Самарии, то есть из Северного царства наместник управлял Южным царством, а тот, в свою очередь, подчинялся персидскому сатрапу. Книга Малахии состоит как бы из диалогов, отвечает на вопросы, вопросы такие сомнениями, скептические. Он должен ободрить всех, кто сомневается. Значит, Малахия настаивает на том, что Бога оскорбляет как нарушение нравственности, так и нарушение устава богослужения. Ведь богослужение – не просто некая форма против магических ритуалов. Это открытое, честное, искреннее общение с Богом. Оно не может быть беспорядочным и невнимательным. Малахия говорит и о том, что Дню Господню предшествует явление Великого Вестника – Ангела Яхве. Это сразу отсылает нас к Евангелиям. К Евангелию от Матфея, Луки или Марка, где говорится о Ангеле Господнем. И для евангелистов это Иоанн Претеча, креститель Господень. Он посылает Ангела Яхве ради восстановления Израиля и Иуды. Так говорит Малахия о своем пророчестве. Книга Пророка Малахии содержит и указания на мессианскую эру, которая увенчается совершенной жертвой, какую будут приносить Богу все народы. Вот возьмем несколько строчек из книги Пророка Малахии. «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я – Отец, то где почтение ко мне? И если я – Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславившие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Вспомним, как с самого начала, когда Моисей диктовал правила закона и жертвоприношения своему народу, как важно было, что приносится на жертвенник непорочная жертва, не какой-нибудь хромой или больной ягненок, которого не жалко, а именно тот, которого было бы жалко. Но судите сами, нам даже самим подарить кому-нибудь для радости этому человеку хочется хорошее. Ну, что и себе было бы интересно приобрести или даже от себя оторвать. И только тогда это подарок. Ну, поговорка ведь напоминает нам «На тебе, Боже, что нам негоже». Богу – это не только негоже, но и во гнев. Об этом говорит и Малахия. То есть восстановление благочестия – это, собственно, восстановление совести, отрезвление духа народа. Или вот такие слова. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имя Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами», – говорит Господь Славов. «А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господне не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная». Но ведь действительно, трапеза Господне от того жертвоприношения, которое совершалось в храме, часть пищи уходила на кормление священников. Мы должны помнить, что всякое жертвоприношение является жертвой, а не просто исполнением обязанности поневоле, а бы как. И «Най тебе, Боже, что нам не гоже», – как говорит наша пословица, оказывается, издревле, с самых первых времен, является обличением лживости, лукавства в человеческой душе. И вот это лукавство человека в особенности выявляется в том, как он предстоит перед Богом. Вообще это можно отнести к себе и в таком чисто духовном смысле, и любому верующему человеку, христианину, насколько чистосердечна та жертва, которую я хочу принести Богу. Какая? Ну, например, молитва, хотя бы краткая, утренняя или вечерняя. Любое другое дело, которое примет или не примет Бог, насколько оно в самом деле изнутри человеческого, открытого Богу сердца. Вот возьмем еще одно обличение, которое пророк Малахия настойчиво напоминает иудеям. Против смешанных браков. Вероломно поступает иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил иуда святую Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Понимаете, просто взять в жены иноземку, ну что в этом плохого? Мы знаем, что этим даже, наоборот, объединяются народы, семьи дружные, хорошие. Вот она еврейка, он русский, вот он кореец, а она, скажем, из Балагольской губернии, и все это прекрасно. Но тут речь идет о другом. Речь идет о том, что она дочь чужого Бога. Она приносит свою веру. Соединяя с ней свою жизнь, человек отрекается от полноценного, совершенно, так сказать, стопроцентно искреннего обращения к своему Богу. Потому что муж и жена живут одной жизнью. Если она не стала поклонницей Бога истинного, то, живя ее жизнью, так же, как она живет, и в его жизни должно быть, он вольно-невольно, сознательно или бессознательно, оказывается, приобщается к поклонению идолам. Потому что на самом деле жизнь человека религиозного, верующего, она вся выстроена в духе его веры. Атеизм склонен говорить о независимости наших религиозных убеждений и нашей жизненной практики. А настоящая верность Богу, она всю жизненную практику выстраивает по вере. Таким образом, она именно узнается не просто как девица чужой крови, а дочь чужого Бога. И как тоже отчетливо Господь обличает через пророков. Вы скажете, за что Господь не примет жертвы из руки моей? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. О чем у него речь? О разводе. Вот опять развод, он, конечно, ну мы знаем это и просто по жизни людей, тех, кому пришлось пережить развод, что это трагедия. Однако это не только трагедия личная, или небрежность, или преступление, или измена, что-то такое, ограниченное отношениями между двумя людьми. В жизни людей всегда участвует Бог. И Он испытывает в этом шаге, делается, совершается измена и Богу. Потому Он так категоричен против этого. Ты оставил жену юности твоей. Твоя измена – это измена Богу, который был между вами. Вот почему Он не примет жертвы. А вспомните, как у апостола Петра. Мужья, любите своих жен, чтобы вам не было препятствий в молитве. Какая связь? А вот когда есть связь. Человек вполне внутренне полноценен, не поврежден, так сказать, как-то нет раздрая в его душе. Если любовь не повреждена, и она всегда влияет на состояние души человеческой, а если она повреждена, то и весь дух человека поврежден, и молитва ему будет не та. Так что все это, конечно, очень глубоко видит человек святой и человек Божий, как апостол или как пророк. В третьей главе книги пророка Малахии говорит о явлении ангела. Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Господь Саваоф. Конечно, именно эти слова должен был процитировать евангелист, когда повествовал о явлении Иоанна Претечи перед тем, как явится Христос Спаситель. Это именно явление того ангела, ангел значит послание, как вы знаете, послание, которое приготовляет путь, тут Господь говорит через пророка, путь передо мною. И это значит, цитируя эти слова, евангелист говорит, что Иоанн Претечи приготовляет путь перед тем, кто есть Бог. Этот человек, вышедший из Иордана, который принял крещение нарочито, смиренно, как и весь народ от Иоанна, предваряющими этими стихами, которые приготовят путь мой предо мною. Этими словами указывается, этот человек – Бог. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится, ибо Он, как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий, сияет и сядет переплавлять, очищать серебро, и очистит сынов левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде. Но тут говорится о том, что будут очищены священники, сыны левия, как золото и серебро, переплавленное, чтобы приносить жертву Господу в правде. Но не только о истинном, так сказать, неиспорченном жертвоприношении в одни те, говорит правок Малахия. Всё это напоминает нам о том, как восядет Господь судить народы, правду отделять от неправды. Тогда благоприятно будет Господу жертвой Иуды и Иерусалима, как в одни древние и как в лето прежние. Последняя глава пророка Малахии, она вот очень так, о солнце правды, тоже возвращает нас к опыту нашей церковности православной. Ибо вот придёт день пылающий, как печь, тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома. Ибо палит их грядущий день, говорит Господь Сауов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдёт солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и изыграете, как тельцы упитанные, и будет попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в той день, который я соделаю, говорит Господь Сауов. Малахия говорит и о как бы возвращении Илии, почему мы видим в явлении Иоанна Претечи как бы возвращение Илии, проповедованное ещё пророком. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратил сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Конечно, вспоминается и евангелист Матфей, и евангелист Марк. Итак, солнце правды, мы так ведь именуем Христа Иисусом. Чтение пророков, оно часто и необходимо при православном богослужении, особенно перед праздничными литургиями, потому что вся жизнь народа Божьего от первого призыва к Аврааму до слов Марии «Вот я, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», до слов, произнесённых апостолами, такими, как, скажем, Нафанайл, когда встречают Иисуса «Ты сын Божий, ты царь Израилев», или слов апостола Фомы, который, наверное, припав к Иисусу, воскликнул, удостоверившись в его воскресении, «Господь мой и Бог мой». Вся эта история насквозь является историей приближения, узнавания, приготовления, ожидания и такое предпочувствие радости о явившемся Боге. На этом закончим о малых пророках. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok